МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вот смотрите информационную программу Республика в студии Инесса Потапова. Главные новости страны и Чуваши в репортаже корреспондентов национального телевидения. Сегодня в выпуске. Мир, небо, отвага. В день российского флага в Чубаксарах развернули триколор размером 30 на 50 метров. Выявить источник загрязнения воздуха по всей Чубаксарской агломерации. Химпром передал свое оборудование для мониторинга вредных выбросов. Он всегда шел впереди. Николаю Петрову из Яльчикского округа присвоено звание Героя России посмертно. Какой подвиг он совершил в зоне СПО? Сегодня день российского флага. Наш триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Но официальным символом новой России он стал в августе 1991 года. Праздник был утвержден спустя два года указом президента, который постановил отмечать день флага 22 августа в честь восстановления исторического флага России во время августовских событий 1991 года. Сегодня по всей стране прошли акции, забеги, велопробеги, тематические квизы и флешмобы. В Чебоксарах акция по развертыванию российского триколора прошла утром на Пионерской набережной. Порядка 180 жителей Чебоксар, студенты, школьники, члены общественных объединений, депутаты, министры вышли на набережную и вместе развернули стяг. Его размер 30 на 50 метров. У российского триколора глубокая символика. Белый цвет – это мир и чистота совести. Синий – небо. Вера и правда. А красный – огонь и отвага. Флаг является символом этого объединения. Наш флаг является лицетворением мощи нашего государства. Ну и, конечно же, представляет для нас огромную ценность, за которую, если будет надо, мы будем бороться и делать все, чтобы флаг в нашей жизни присутствовал всегда, чтобы наша страна жила на основе своих культурных и иных национальных традиций, и чтобы мы смело шагали вперед. На митинге выступил Юрий Богданов, руководитель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов. Он рассказал, с каким чувством сейчас в зоне спецоперации воюют наши земляки. Они защищают цвета нашего флага, который является символом нормальной, традиционной, правильной семьи, который является символом настоящей, преданной дружбы и непоколебимой силы духа. Мы с вами должны это помнить и никогда ни на что наши ценности не разменивать. Еще одному уроженцу Чуваши присвоено звание Герой России посмертно. Николай Петров из Яльчикского округа погиб в ходе спецоперации 15 марта этого года. Звезду Героя Российской Федерации передал голова Чуваши родителям бойца. Николай родился в деревне Тоскаева Яльчикского округа. С детства любил мастерить, а еще заниматься спортом, хоккеем, футболом и особенно гиревым спортом. В нем молодой человек завоевал десятки золотых медалей и добился звания кандидата мастера спорта. Стать настоящим защитником своей родины Николай Петров хотел еще в юношестве и упорно шел к своей цели. По окончании школы поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, а после был направлен в Дагестан, где проходил дальнейшую службу. Он очень был позитивным, целеустремленным, старательным, трудолюбивым мальчиком. Был надежным другом для своих одноклассников. Всегда был готов прийти им на помощь. Он патриот со школьной скамьи. Он осознанно выбирал вот эту профессию. Хочел с детства быть военным. В спецоперации Николай «Позывной Москва» участвовал с первых дней. Его сослуживцы писали, он всегда шел впереди, даже когда остальные боялись. Он делал все, что мог, и даже больше. 15 марта командир 2-го взвода 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады лично возглавил штурмовую группу и вошел во фланг противника. Николай уничтожил 4 пулеметных расчета, 2 расчета противотанкового комплекса, гранатометный расчет и 35 военнослужащих ВСУ. Затем лично на боевой машине прикрыл отход подразделения. Несмотря на неравные силы, вместе со штурмовой группой он вступил в бой с противником и уничтожил около 40 неонацистов. Благодаря таким, как Михаил Алексеевич, себя там, бойцам, офицерам, которые выбирают профессию защиты отечества, наше отечество из раза в раз выходит из сложных ситуаций, победительным и уверенно шагает вперед. А самое главное, у нас есть такие ребята, которые и сами могут совершить периодический подвиг. И этим подвигом вдохновляют других. В ходе боя Николай получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Однако до последних минут своей жизни он героически выполнял свой долг. И этот подвиг будет жить вечно в сердцах родных, близких и всей Чувашии. Анна Центозкая, Юрий Марков, Республика. В Чувашии отметили столетие со дня образования органов управления спортом. Именно столько лет назад был создан областной совет физкультуры. В течение всего года в Республике проводятся спортивные мероприятия, посвященные знаменательной дате. Сейчас в Чувашии физической культурой и спортом регулярно занимаются более 54% граждан. Всего с начала текущего года на территории Республики было проведено 263 физкультурных и спортивных мероприятия республиканского, межрегионального и всероссийских уровнях, приуроченных к юбилейной дате. Особое внимание уделяется спортивным мероприятиям, посвященным памяти именитых спортсменов, тренеров и специалистов, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике и стране. Кульминацией празднования столетия стали мероприятия, приуроченные ко дню физкультурника. В ходе торжественной части состоялась церемония награждения государственными наградами. Очень важно, чтобы по итогам мы с вами получили, наверное, ускорение процесса заинтересованности людей, заниматься физической активностью, спортом. Ну и за счет этого, естественно, чтобы наши учреждения, отрасли спорта были еще более эффективны, еще больше загружены. Также глава Республики отметил, что в последнее время стало больше общественных организаций, которые выходят с инициативами по увеличению количества спортивных мероприятий. Александр Отяков, Павел Редков, Республика. В Чувашии выбирают тематика 2024 года. Свои предположения на этот счет выдвинули Общественные советы муниципальных образований. Какие варианты лидируют, расскажет Анна Центовская. В процесс выбора тематики активно включились все муниципалитеты. 5% общественных советов Республики высказались за год участников боевых действий. 13% за год народного единства. Однако с большим отрывом в лидерах оказалась тема экологии. За нее проголосовали 40% муниципальных образований. Народ, наверное, все-таки посмотрел уже с точки зрения окружающего мира. То есть вот мы живем на земле и мы понимаем, что как бы очень важно сохранить и природу, и окружающую среду на будущее поколение. Недавно наша съемочная группа уже проводила опрос среди чебоксарцев. Многие хотели бы посвятить 2024 семье, спорту и патриотическому воспитанию. И все же большинство горожан хотят видеть свой город чистым, красивым и ухоженным. Я думаю, в следующем году год экологии пусть будет. Почему? Потому что когда экология хорошая, жизнь лучше становится, здоровье лучше будет, и нам старым хорошо будет. Я думаю, что следующий год целесообразнее было сделать годом экологии. Потому что проблема экологического состояния окружающей среды, она вызывает серьезную озабоченность. То есть вот цветение в Волге, куча мусоров, несанкционированных свалок. С этим нужно бороться. Плюс все-таки вернуться к системе массовой посадки зеленых насаждений. Потому что зеленые насаждения – это сердце города. И горожане скажут только спасибо. Экология, она всегда важна, как бы то ни было. И в следующем году, и не в следующем году. На самом деле, видя, как сейчас происходит, что глобальные изменения погоды, вот эти вихри, которые будоражат, а восток страны, живем на одной земле, и всем должны беречь окружающую среду. Экология – это и счастливое детство, и развитие сельского хозяйства, и здоровье жителей. Такая тема сможет объединить в себе сразу несколько важных направлений. Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что самое подходящее название для грядущего 2024-го – год экологической культуры и бережного природопользования. Анна Центовская, Бахтияр Велиев, Республика. Принести пользу родному региону и стране – такие цели преследуют участники конкурса «Лидеры России». В этом году конкурс проходит уже в пятый раз. От Чувашии поступило 897 заявок. 16 человек дошли до регионального этапа. 9 августа конкурсанты завершили решение задач регионального этапа. Он проходил в каждом субъекте страны. В пятом сезоне «Лидеров России» участники решают практические проблемы регионов. Одна из таких – в Чувашии повышение финансовой грамотности и противодействие мошенническим схемам хищения средств у жителей региона. Ребята предложили целый алгоритм действий – от интеграции в школьные программы тем финансовой грамотности до общения с каждым человеком. Министр финансов Чувашии предложил участникам конкурса принять участие в едином информдне по этой теме, который пройдет в сентябре. Олег Николаев поблагодарил за активную жизненную позицию и отметил, что в команде ждут каждого, кто готов приносить пользу Чувашии. Присоединяясь к словам благодарности за достаточно глубокую, серьезную содержательную поработку вопроса, надо действовать быстрее, надо действовать разнообразнее. И те простые, чтобы каждый человек включал то, что свойственно любому человеку – сознательность, осторожность, перепроект самого себя, недоверие, даже, казалось бы, очередные вещи. Вот, казалось бы, простые вещи, но вот чему нам надо научить. Контроль за выбросами воздуха в Чебоксарской агломерации станет оперативнее и точнее. Химпром приобрел и передал Центру гигиены и эпидемиологии хромотомасспектрометр. Возможность оборудования продемонстрировали голове Чувашии. Почему крупные производители стремятся открыто информировать горожан об экологической ситуации, расскажет Дмитрий Ковалев. Это принцип государственно-частного партнерства. Хромотомасспектрометр передали федеральному медико-биологическому агентству. Именно в его центре проводят мониторинг качества воздуха в Новочебоксарске. Глава региона отметил, что жители города обязаны знать, какие предприятия грешат несанкционированными выбросами в окружающую среду. Кроме химпрома в санитарно-защитной зоне муниципалитета работают и другие заводы. Если кто-то в городе жалуется, либо при проведении планов работ на границе санитарно-защитной зоны, в принципе, в санитарной зоне, ФВА делает замеры воздуха. И мы покажем, да, пахло, но пахло тем-то. Скорее, это не химпром. Если это химпром, значит, будем разбираться. Самое главное, мы с вами, мне кажется, полностью будем находиться в повестке ИЭДЖИ. Как сейчас то, что принято говорить, да, что есть, вот, с одной стороны, мы контролируем, но, с другой стороны, сейчас ведь не только те производства, которые действуют, сейчас же и у нас планируется создание частного индустриального парка на территории, да, там, который тоже будет заниматься молотанажной химией. Есть в рамках особой экономической зоны будут развиваться другие производства. Их будет очень много, буквально в ближайшие 2-3 года. Пробы воздуха для лаборатории Федерального медико-биологического агентства отбирают каждые 6 часов. Газы и пары воздуха собирают при помощи сорбционных трубок. На стационарных постах каждые сутки меняют реагенты. Это один из стационарных постов Федерального медико-биологического агентства. Всего таких в Томочебоксарске 4. Специальные приборы аспираторы снимают пробы хлора, диоксид, азота, гидрохлорита. Мониторинг ведется ежесуточно. По городу курсирует и передвижной пост с аспираторами. Только на границе санитарно-защитной зоны ежегодно проводят более 20 тысяч исследований. Хроматомасспектрометр укажет на конкретный источник загрязнения воздуха. Информация будет передаваться в надзорные ведомства. В составе санэпид-службы ФМБА России есть Центр генопедемиологии, которые осуществляют проведение проб и лабораторных исследований на предприятиях с особо опасными химическими веществами. Научно-исследовательские институты агентства проводят как фундаментальные исследования, так и прикладные в области химической и радиационной биологической безопасности. С помощью хроматомасспектрометра можно определить точный набор вредных веществ буквально за час. Этот отчасти шаг демонстрирует, прежде всего, нашу открытость к тем технологическим процессам, которые мы ведем, и нашу, в принципе, заботу о населении. Поэтому передачей этого прибора мы, прежде всего, хотим подчеркнуть, что все процессы на химпроме идут исключительно согласно регламенту и в штатном режиме. Городообразующее предприятие Научбоксарска намерено развеять миф о том, что именно здесь работают главные источники вредных выбросов. Дмитрий Ковалев и Николай Скворцов, Республика. Обеспечение безопасности школ в новом учебном году и проведение избирательных кампаний. Эти темы сегодня обсуждали на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Чувашия. Все образовательные учреждения Республики оборудованы системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и системой пожарного мониторинга, отметил министр образования Чуваший Дмитрий Захаров. Глава региона поручил Минобру Республики до конца этого года дополнить профессиональные программы, лекциями и практическими занятиями с обучающимися. Эти модули должны быть включены в программы повышения квалификации работников образования и руководителей образовательных организаций. Также обсудили готовность к проведению единого дня голосования и состояния антитеррористической защищенности избирательных участков. Помещения для голосования 34 избирательных участков будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Сегодня ровно год, как скончался глава города Чебоксары Олег Куртунов. Он ушел из жизни в 38 лет. Олег Куртунов с 2015 по 2020 годы был депутатом Чебоксарского городского собрания 6-го созыва и возглавлял комиссию по строительству. В следующем 7-м созыве он стал главой Чебоксар. На этом посту Олег Куртунов пробыл менее двух лет. Евгений Кадышев в своем телеграм-канале отдал дань памяти своему предшественнику. Олег Игоревич был энергичным и деятельным человеком. В своей работе он руководствовался главным принципом сделать жизнь чебоксарцев более комфортной. Он всегда общался с горожанами, знал, какие проблемы волнуют людей и помогал их решать. Благодаря своей целеустремленности и высоким морально-этическим принципам он пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением. Дети из подшефного для нашей республики Бридянского района Запорожской области продолжают отдыхать в Чувашии. В лагере «Звездный» Цивильского округа интересная программа, экскурсии и мастер-классы. На этот раз ребята посетили детский технопарк «Кванториум» в Новочебоксарске. Подробнее в сюжете Надежды Морозовой. Работа на современном оборудовании в условиях биологических лабораторий и живой природы буквально захватывала. В «Биоквантуме» дети под микроскопом с нескрываемым интересом рассматривали строение клеток сушеных стрекозы, паука и других насекомых. Наблюдали за огромными улитками и безобидными тараканами, которые не вызывают аллергию. Также пробовали себя в роли доктора. С помощью ватных зон брали материал из ротовой полости для исследования. Поработали в качестве лаборантов с дозаторами. Мне понравилось смотреть в микроскопе бактерии. Например, мне было интересно, как проверяют анализы. Мы с ними выделяли клетки букального эпителия и окрашивали. И в дальнейшем уже рассматривали под микроскопом. То есть ребята использовали при этом оборудование, которое используют настоящие врачи, лаборанты. И я думаю, им понравилось. Привычному нам миру нужно много энергии. В «Энерджиквантуме» дети узнали, что такое альтернативная энергетика. С помощью электронного конструктора «Знаток» соединяли светодиоды. Плюсик к плюсику. Групповая командная работа и солнечная энергия помогли вентилятору закрутиться. Мы с ребятами попробовали собрать фонарик на солнечной батарее. Это мы сделали, познакомившись с основами схемотехники, познакомились с основными элементами и с помощью конструктора собрали и посмотрели, как светится светодиод и действительно от чего зависит яркость светодиода, какие бывают схемы, последовательные, параллельные. Ребята были очень заинтересованы, им понравилось работать с конструктором. Дети из Бердянского района Запорожской области не первый раз приезжают в детский технопарк. И очень рады мы видеть горящие глаза детей, насколько им все это интересно и познавательно. Сегодня они посетили два мастер-класса в биоквантуме и также изучили альтернативную энергетику. В детском лагере «Звездный» у ребят интересная программа, экскурсии, мастер-классы и многое другое. В лагере мне очень понравилось. Там неплохой ремонт, питание хорошее, зарядки, конкурсы всякие, дискотеки очень нравятся. Постоянно туда хожу. Игры всякие, борьба за флаг у нас были, захват территории. Назару Олейникову так понравилось отдыхать в Чувашии, что он хочет приехать и на следующий год. Надежда Морозова, Виктория Петрова, Валерий Маханов, Республика. В предстоящую субботу, 26 августа, Новочебоксарск отметит День города. Главными площадками праздника станут Площадь Победы и площадка перед Центром детского творчества. Праздничную программу откроет «Зарядка со звездой». Также среди мероприятий парад велосипедистов, выступления и мастер-классы от городских танцевальных студий, творческий бульвар и дискотека. Подробная программа праздника на сайте администрации города Новочебоксарск. Курская битва является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она продолжалась 50 дней и ночей. Днем победы советских войск в этой битве считается 23 августа 1943 года. Ежегодно он отмечается как День воинской славы. Обычно в эту дату в храмах ведут службы, в воинских частях проходят шествия, в школах проводят открытые уроки, семинары и встречи с ветеранами. Все это позволяет раскрыть значение той битвы и то, чем мы обязаны нашим павшим героям. Это были главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова